Тут необходимо заметить, что отвергая весь Ветхий Завет, наши сектанты сами себе противоречат, ибо даже в вопросе о браке, при определении степени родства, они пользуются законами об этом Ветхого Завета, изложенном в книге Левит. Никто, ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. 18 глава, 6-18 стихи. Противоречат себе сектанты тогда, когда в беседах с православным, например, об иконах и других предметах веры, более всего ссылается на Ветхий Завет. Мы признаем учение Ветхого Завета о вере и благочестии, но решительно отвергаем все книги неканонические, как совершенно не нужны для христиан. Ибо и Моисей дав народу свой закон, написал в нем, не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. «Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую». Старозаконие 4.2 и 12.32. «Всякое слово Бога чисто, оно щит уповающим на Него. Не прибавляйте к словам Его, чтобы Он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом». Пророчество Пимуна Соломона, 35.6. Здесь запрещается прибавлять что-нибудь к второзаконию Моисея простым людям, не получившим от Бога откровения. Святые же Божьи люди, получая откровение от Бога, записывали Его волю в священные книги и прибавляли их к книгам Моисеевым. Так поступили, как мы уже знаем, Иисус Новин, глава 24-26 стих, Самуил, 1 Царств 10.25. Так поступали и другие пророки, движимые Духом Святым. Что же касается неканонических книг, то хотя Церковь не считает их богодухновенными, а только назидательными, то никто не имеет права отвергать их пользу для научения христиан после того, как их признала сама Церковь, хранительница Священного Писания, и предложила своим детям читать их для пользы их душ. Вот почему наряду с книгами каноническими упоминается как полезное для чтения и неканоническое. В 85-м праве святых апостолов и в 33-м Карфагенского собора, 397-й год. Сами святые апостолы в своих посланиях пользуются не только каноническими, но и неканоническими книгами Ветхого Завета. Так, например, слова апостола Якова. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается этим злом, и сам не искушает никого. Глава 1.13. Очевидно, взяты из следующего места книги Иисуса Сирахова. «Не говори, ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном». 15.11. Слова апостола Якова. «Всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно на гнев». 1.19. Взяты тоже из следующего места книги Сирахова. «Будь скор к слушанию, и обдуманно давай ответ». 5.13. Следующие слова книги, канонической и неканонической, совершенно сходны. «И сказал она иметь снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Руфь 2.20. «Милость да я не добудет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости». Сирахов 7.36. «Сравни римлянам» 1.18.23, «Премудрость Соломона» 13.1.10, «Сирахов» 18.1, «Откровение» 15.4, «Вторая Ездра» 4.28, «Бытие» 2.24, «Матфея 19.5» и «Фесянам 5.31». Следовательно, не считая книги неканонические, богодухновенными, христиане, по примеру святых апостолов, могут пользоваться ими с мудрой осмотрительностью для своего назидания, как книгами полезными и разрешенными Святой Церковью для чтения и назидания верующих. Священное Писание – слово самого Бога, поэтому верующие должны читать его с особым благоговением и страхом Божиим. И так как Священное Писание есть достояние Церкви, сохранившее и изъяснившее его для верующих через своих святых отцов и учителей, стоит толковать Писание верующие даже не по собственному измышлению, а так, как уже истолковала его Святая Церковь, которая и есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. 1 Тимофея 3.15. Первое послание Иоанна, 2 глава 20 стих 27, все-таки говорит, что толковать Писание может каждый, как разумеет, ибо каждый христианин имеет в себе помазание от Святого Духа, научающие его истине. Вот что пишет, вы имеете помазание от Святого Духа, знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое себе помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Под помазанием, разумеется, благодать Святого Духа, пребывающая в Церкви Христовой и наставляющая ее на истину. В перевенствующей Церкви во время святых апостолов она, видимо, проявлялась в различных чрезвычайных, чудесных дарах, и, между прочим, в дарах особой мудрости и знания. 1 Коринфян, 12.8. Какие, согласно пророческим словам апостола Павла, в наше время прекратились? 13.8. Теперь помазание от Святого дается христианам в таинстве мира помазания, но оно не дает каждому право толковать Священное Писание по своему усмотрению. Оно наставляет и укрепляет в истинном понимании Слова Божия только тех, кто исследует Писание, находятся в общении с Церковью и полном послушании ее учению. У сектантов, как отделившихся от Святой Церкви, нет святых таинств, нет и не может быть и помазания от Святого, следовательно, не может быть и правильное понимание Священного Писания. Лучшим доказательством этого служит то, всем известное обстоятельство, что при толковании одного и того же места Священного Писания даже главные вожаки сектантов часто не могут прийти к одному соглашению, а идут в разные стороны, толкуя Слово Божие в кривь и в кость, каждый по-своему. Где уж он говорит о научающем их помазаниях? Всякий верующий может сам, без руководства других, исследовать Писание, которое может умудрить его во спасение. Вот Иоанн 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. И еще раз можно привести вот из посланий, деяния апостольских про верийцев, которые были благомысленнее фессалоникских и приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точнее это так, и многие из них уверовали. В приведенных местах Писания ни слова не говорится о том, что каждый может толковать Писание так, как ему хочется. Словами исследуйте Писание. Спаситель советует иудеям, не веровавшим в Него, даже после великих его чудес, обратиться к их же ветхозаветним Писаниям, чтобы убедиться в том, что Он действительно Христос, Мессия, посланный Отцом Небесным для их спасения. Верийцы же названы благомысленностью сессалоникистов не потому только, что они ежедневно разбирали Писание, чтобы убедиться, что все в нем написано и исполнилось на Христе. Но главным образом потому, что и до чтения Писания они уже поверили устной проповеди святых апостолов, приняли слово со всяким усердием. Оттого многие зверицы и уверовали, что столковали ветхозаветнее Писание, говорившее о Христе, не так, как каждому из них думалось или хотелось толковать, а как истолковали его им святые апостолы в своей устной проповеди. Но ведь Бог каждому открывает то познание Его, которое должно быть, и немудрым людям, и всем, и просвещенным, и непросвещенным. Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил себе от мудрых и разумных и открыл Того младенцам. Это Матфеев 11, 25. Или еще вот из 1 Коринфянам 1, 19. Тебе написано, говорит апостол, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Как вот это все. Что сектанты не мудры, не разумны, этому мы охотно верим. Но что знание священного Писания открывается только простицам, с этим согласиться не можем. Мы знаем, что из Писания, что у веровшего Христа Иосифа Римофейский был человек высокого положения, знатный. Лука 23, 50. Такой же был, без сомнения, и сотник Корнилий. Деяния 10, 1. Еще более знатным и ученым был сам апостол Павел до его обращения ко Христу. Деяния 22, 3, 25, 29. Очевидно, что и для мудрых и разумных не закрыто благовестование Христовое, что слова погублю мудрость мудрых относятся не к христианской мудрости, которую апостол Яков советует просить от Бога, 1, 5, а к языческой, риминам 1, 22, и иудейско-талмудической. Самовыражение исследований Писания показывает, что и Писание нужно тщательно изучать, чтобы понять. Без изучения его могли понимать только особо одаренные благодатью Божьи люди, люди, получившие от самого Бога слово мудрости и слово знания по наитии на них Святого Духа. Но это было лишь на первых порах христианства, когда верующим подавались особые чудесные дары Святого Духа, какие, конечно, наши сектанты не имеют и не могут иметь. Благодарственная молитва Спасителя Богу Отцу об открытии истин веры младенцам имела в виду святых апостолов, людей простых, но таких, которых Сам Господь призвал и не только наделил силой чудотворения, Матфей 10, 1, 8, но которым дал знать тайны Царствия Небесного, 13, 11, чего, конечно, не дано нашим сектантам, противоречащим самим себе и один другому при толковании почти каждого места Священного Писания. Немудрым и неразумным сектантам хорошо бы всегда помнить слова премудрого сына Сирахова «Через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай». Все ли Священное Писание всем понятно при чтении его? Нет, далеко не все. Так, когда Евнух, вельможа царицы Фиотской Кондакии, ехал на колеснице и читал книгу пророка Исаия, апостол Филипп подошел к нему и спросил, разумеешь ли, что читаешь? Что он сказал? «Как я могу разуметь, если кто не наставит меня?» Филипп отверстил Стасов и начал от Святого Писания, от всего Писания благовестовал ему об Иисусе, после чего, уверовавший во Христа Евнух, был крещен. Деяние 8, 27, 38. И апостол Петр говорит о новозаветном Писании, что в нем много есть непонятного. «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, поданный ему при мудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобово-разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание». 2 Петра 3, 15. «Правильно понимать и изъяснять Священное Писание могли только святые апостолы, которым Господь дал знать тайны Царства Небесного и исполненные Духа Святого их преемники, богомудрые святые отцы и учители церкви». Откуда видно, что не все могут и не все имеют право толковать Священное Писание? «Все ли, — спрашивает святой апостол Павел Апостол, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли говорят языками, все ли истолкователи?» 1 Коринфянам 12, 28. «Как проповедовать, если не будут посланы?» Римлянам 10, 15. «Братья, — учит апостол Яков, — немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо в Церкви Он поставил одних апостолами, других — пророками, иных — евангелистами, иных — пастырями и учителями» в Ефесянам 4, 11. «Следовательно, толковать Священное Писание должны законные пастыри и учители Церкви». Исуи Мудрия и Ерекеков, замечается в послании восточных патриархов, «принимает Божественное Писание, только превратно изъясняет он, и пользуясь иносказательными, и подобно значащими выражениями и ухищрениями мудрости человеческой, сливая то, чего нельзя сливать, и играя младенчески такими предметами, кои не подлежат шуткам. Если бы всякий ежедневно стал изъяснять Писание по-своему, то кафолическая церковь не прибыла бы по благодати Христовой, до ныне такой церковью, которая, будучи единомысленной в вере, верует всегда одинаково и непоколебимо, но разделилась бы на бесчисленные части, подверглась бы ересям, а вместе с тем перестала бы быть церковью святою, стал полным и утверждением истины, но сделалась бы церковью лукавную, чистой церковью еретиков». Мы можем припомнить слова миссионера Лазаря Кунцевича, который на вопрос «Что такое секта?» отвечал «Это нечто грозное, зловещее и неуловимое». Грозное, потому что угрожает вечной жизни с различными извращениями и плотской. Зловещее, потому что предвещает погибель души на вечные времена, и неуловимое, ввиду изменчивости своего толкования. Любая секта может взять свое учение и толкование на продолжение тридцати последних лет и легко проследить, что она изменила свое учение по многим вопросам уже несколько раз. Как должны изъяснять Слово Божие наши пастыри и учители? Они должны изъяснять его так, как уже изъяснили его святые отцы и учители церкви. Только их общецерковное толкование они должны предлагать народу. Только их богомудрому изъяснению они должны следовать. Об этом учат и святые отцы Шестого Вселенского Собора. Так, предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче же во дни воскресные, научать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины, и не приступая к положенных уже пределов и предания богоносных отцов. И если будет исследуемо Слово Писание, то не иначе да изъясняется оно, разве как изложили святилы и учители церкви в своих писаниях. И этим более да удовлетворяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения в этом не уклониться от подобающего. Правило 19, еще второе правило 7 Вселенского Собора. Как должны читать и усвоять Священное Писание миряне? Читая с благоговением и страхом Божьим Священное Писание, миряне должны помнить, что в нем есть много для них непонятного, 2 Петра 3.15, которое они могут перетолковать к собственной своей погибели, что они не учители истолкователи Священного Писания, Римлянам 10.15, 1 Коринфянам 12.28, «А ученики в деле веры тех, кто от Бога поставлен для научения истинной веры и для изъяснения Слова Божия». Исфисянам 4.11. «И так говорит апостол Павел в Пресвятером Церкви, стихи 17, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блестителями пости Церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью Своею». Диане 20.28. «Спроси священников о законе», — говорит пророк Айгей, 2.11. «Обращаясь за разъяснением непонятного в Священном Писании к пастырям и учителям Церкви, миряне при чтении доступного для них, чтобы избежать возможности ошибок в толковании, должны руководствоваться следующими правилами. Первое. Необходимо каждое слово текста Священного Писания понимать прежде всего в его прямом, буквальном смысле. Ибо одно и то же слово иногда может иметь в Священном Писании различные значения. Например, слово «чаша» означает и сосуд. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все». Матфея 26.27. «И та же страдание. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Или слово «крест» означает и страдание. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Матфея 16.24. «И вещественный крест, на котором был распят Христос. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона. Всего заставили нести крест его». Матфея 26.32. Второе. В буквальном смысле нужно понимать наименование исторических лиц и исторические указания. Например, слова Христа Спасителя. Он сказал им, фарисеям, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и залкал сам и бывшее с ним? Как вошел он в Дом Божий при первосвященнике Авиафари и ел хлебы и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? Марка 2.25. Третье. Нельзя объяснять в таинственном смысле известное место священного писания, не согласное с каким-либо другим местом священного писания, понимаемого в буквальном смысле. Так, например, стектанты под помазанием маслом больного, упоминаемым в послании апостола Якова 5.14, разумеют молитву о больном, что совершенно противоречит буквальному пониманию следующих слов святого евангелиста Марка. Они, апостолы, пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Четвертое. Четвертое. Должны быть понимаемы и притчи Господа нашего Иисуса Христа, как он сам этому учил, объясняя, например, известные притчи о плевелах, Матфея 13.24.30. И, приступивши к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчи о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Почему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего?» Стих 36.40. Необходимо данное место священного писания рассматривать в конспекте речи, то есть в контексте, в общем ходе и связи ее. Пятое. Не надо, — говорит Святой Иоанн Затаус, — брать на обум слова писания и вырывать их из связи и сродства содержания. Не надо брать голые слова, лишая их помощи со стороны предыдущего и последующего, чтобы потом выражать недоумение и делать увертки. Ибо если в судах, где рассуждают о делах мирских, мы выставляем все, служащее к оправданию, и место, и время, и побуждение, и лица, и весьма многое другое, то не нелепо ли, тогда, когда придлежит нам подвиг за вечную жизнь, приводить слова писания на обум. Том 6, страница 163. Шестое. Для выяснения смысла известного места священного писания необходимо привести другие, одинаковые с ним, по содержанию места. Например, доказывая необходимость ветхозаветнего писания словами из послания апостола Павла к римлянам, все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из писания сохранили надежду. 15, 4. Полезно подкрепить это доказательство другими сродными, по содержанию словами святого апостола Павла, взятыми из книги деяний. «Признаюсь тебе», говорит апостол Павел Викитария, «что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу от слов моих, веруя всему написанному в законе и пророках». 24, 14. 7. Для объяснения данного места священного писания необходимо сделать сопоставление с ним мест противоположных по содержанию. Например, когда сектанты утверждают, что человек спасается одной верой во Христа, без дел христианских, и приводит слова святого апостола Павла из послания к римлянам, «праведной верой жив будет» 1, 17. Нужно привести место из послания святого апостола Якова, «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе, и бесы веруют и трепещут, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». 2, 15-26. 8. Необходимо бывает рассматриваемое место священного писания осветить и подтвердить свидетельствами истории, так, например, объясняя сказанное апостолом Яковом слова о восстающих против церкви Христовой, непокорных ее сынов, «горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорсти погибают, как Корей». Необходимо сделать историческую справку о событии первого братоубийства в бытие 4, 6, о противлении богу Валаама, числа 22 глава, и возмущении против Моисея и Аарона, непокорных, Корея, Дафана, Верона, наказанных богом ужасной смерти за их грех противления. Девятое. Главное же руководственное правило при столковании Священного Писания, не полагаясь на свой разум, обращаться при всех сомнительных и непонятных местах Священного Писания к разуму всей учащей Вселенской Церкви. Как она понимает и изъясняет данное место Священного Писания в канонических определениях своих поместных и Вселенских соборов, на которых многие пререкаемые, искажаемые еретиками места Священного Писания получили надлежащие истолкования. Ибо, как учат Святой Иерине, Святая Церковь во всей полноте дошла до нас с неподдельным соблюдением Писаний, не принимая ни прибавления, ни убавления. Здесь чтение Писаний без искажения и правильное, и тщательное, безопасное, и чуждое богохульство истолкование Писаний. Десятое, если же нет объяснения данного места Священного Писания в определениях соборов в Церкви, то необходимо обратиться к общему мнению святых отцов и учителей ее, которые являются верными истолкователями Слова Божия. Что в Церкви, говорит Викентий Леринский, Пятый век, все или многие единодушные открытые постоянно, как бы по какому-то предварительному согласию своих учителей, приемлют, содержат и передают? Что должно считать вполне достоверным и несомненным. О Богодухновенности Священного Писания Святые Отцы Церкви так учили. «Загляните в Священное Писание», говорит Святой Климент, епископ Римский. «Эти истинные глаголы Святого Духа. Заметьте, что в них ничего несправедливого и превратного не написано». Святой Ирине епископ Леонский учит. «Мы должны быть уверены, что Писания совершенны, так как они изречены Словом Бога и Духом Его». Об одинаковом достоинстве Ветхозаветних и Новозаветних Писаний Святой Кирилл Иерусалимский учит. «Никто, да, не отделяет Ветхого Завета от Нового. Никто, да, не говорит, что иной Дух там, а иной здесь. Иначе оскорбим самого Святого Духа со Отцом и Сыном Чествуемого. Един Бог Владыка Ветхого и Нового Завета». Творение Кирилла Иерусалимского, огласительное получение 16, пункт 4. Святой Ирине пишет. «Так как пророки знали Новый Завет и возвещали его, то и он, который имел устроить его согласно с волей Отца, был возвещаем и открываем людям, как было угодно Богу, дабы они, веруя в Него, всегда могли преуспевать и посредством последовательных заветов постепенно достигать совершенного спасения, ибо одно спасение и один Бог». Сочинение Иринея, книга 4, глава 9, пункт 3. «Никто из мирян не должен самовольно присваивать себе ни принадлежащее им право церковного учительства, ибо за это подвергнется большему осуждению». Яков 3.1. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». 1 Коринфянам 7.20 «И не берись за непринадлежащее тебе учительство, помня прекрасное наставление премудрого сына Сирахова». Мудрость книжей приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобресть мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичем, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах? Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его о корме для телец. Так и всякий плотник из очей, который проводит ночь как день, кто занимается резьбою, того прилежания в том, чтобы разнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит у наковальнии и думает об изделии железа, дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется, он звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуды. Сердце его устремлено на окончание дела и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо, который постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчисленность, вся работа его рукой и своей он дает форму глине, а ногами умещает ее тяжесть. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить его печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся, и не будут жить в нем. И однако ж, они в собрание не приглашаются, на судейском свидалище не сидят и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения и не занимаются притчами, но поддерживают быть житейские и молитвы их об успехе художества их. Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах, он будет замечать сказания мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчи, будет исследовать сокровенный смысл изречений и заниматься загадками притчи. Если Господу великому угодно будет, он исполнится духом разума, будет источать слова мудрости своей и в молитве прославлять Господа. Он покажет мудрость своего учения и будет хвалиться законом завета Господня. 38 глава, 24-39 стихи, и 39 глава, 1-10. Прекрасное наставление сектантам, желающим быть истолкователями Слова Божия. Земледельцы, скотоводы, плотники, каменщики, кузнецы, горшечники, портные, сапожники и тому подобное. Каждый лучший занимайся своим делом. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. 1 Коринфянам 7, 20. «И не присваивая незаконно не принадлежащего тебе права учительства, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Якова 3, 1. Всем христианам, считающим Слово Божие, всегда нужно помнить следующее доброе наставление, изложенное в предисловии послания восточных патриархов. Наши догматы и учения нашей Восточной Церкви еще древле исследованы, правильно и благочестиво определенны и утверждены святыми вселенскими соборами. Прибавлять к ним или отнимать от них что-либо непозволительно. Почему? Желающие согласоваться с нами в божественных догматах православной веры должны с простотою, послушанием, без всякого исследования и любопытства последовать и покориться всему, что определено и постановлено древним преданием отцов и утверждено святыми вселенскими соборами со времени апостолов и их преемников, богоносных отцов нашей Церкви. Мы веруем, что свидетельство кафолической Церкви не меньше имеет силу, как и божественное Писание, по елику виновник того и другого, есть один и тот же Святый Дух, то все равно от Писания ли научатся или от Вселенской Церкви. Слен 2. О Святой Церкви Христовой Верую воедину святую соборную и апостольскую церковь Хранительницей Богооткровенного и Спасительного учения, то есть Священного Предания и Священного Писания, является Святая Церковь Христова. Что же такое церковь? Этим словом часто называют храм или дом молитвы, но называют его так только в разговорном языке. Ведь говорят, например, указая на здание, это школа, однако говорят и так, школа занимается, школа идет и тому подобное. Очевидно, что само здание названо школой, потому что в нем собирается школа живая, школьники. Или указая на здание, говорят, это суд, но говорят и так, суд идет, суд постановил. То есть само здание называется судом потому именно, что в нем собирается для дела живой суд, судьи. Так и храм Божий называется в разговорном языке церковью потому, что в нем собирается для молитвы живая церковь, верующие люди. Да и в самом Священном Писании иногда одно слово обозначает два понятия. Например, слово «чаша» означает и сосуд, Матфея 10.42, и страдание, Матфея 20.22. Слово «крест» означает и страдание, и крест вещественный, 16.24, Матфея, на котором растет был Христос, 27.32. Неудивительно, что и слово «церковь» в Писании обозначает и общество верующих, Матфея 18.17, и место их собрания. Целый год собирались они, Павел и Варнава, в церкви и учили немалое число людей. Деяния 11.26. Слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? 1 Коринфянам 18.22, и 14.34.35. Итак, в Священном Писании и храм Божий, и место собрания верующих для молитвы, называется церковью. Но у нас будет речь о церкви живой, об обществе верующих. Что же должно разуметь под словом «церковь»? Под словом «церковь» разумеется основанное Господом Иисусом Христом и скупленное Его крестными страданиями общество верующих людей, соединенных между собой под главенством Христа, единою истинною верою, законным преемственно от апостолов рукоположенным священством, участвующее в принятии святых таинств, в которых подается благодать Святого Духа для получения вечной жизни. Церковь есть тело, глава которого Христос. Подобно тому, как в теле существует много членов, ноги, руки, глаза, уши и прочее, и все они нужны для тела, и ни один из них не может жить отдельно от тела, иначе сгниет и пропадет. «Так и в Церкви Христовой существует много членов, пастыри и посломы, учащие и учащиеся, начальствующие, подчиненные и прочее, но никто из них не может жить вне Церкви, ибо, делившись от нее, духовно гниет и гибнет для вечной жизни». 1 Коринфян 12.12, Ефесянам 4.11.16 «Церковь делится на земную, воинствующую с врагом рода человеческого. К ней принадлежат все верующие, живущие на земле, и на небесную, торжествующую над дьяволом. К ней принадлежат все умершие, святые люди и ангелы Божии. Но та и другая, имея одну главу Христа, Римлянам 14.8.9, составляет одну Христовую семью, единую Христову Церковь, в которой все члены, как живые, так и умершие, находятся в единстве веры и в постоянном живом общении, любви и молитвы друг о друге». Отсюда. Кто не в Церкви, тот и не со Христом. Кто отделился от Церкви земной, тот отделился и от Церкви небесной. «Тот понесет на себе и тяжкое осуждение, ибо суд Церкви есть высший суд на земле. Скажи Церкви о согрешающем брате, а если и Церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея 18.17. «Только в единении с Церковью возможно спастись христианину». Ну, разве не сказано, где соберутся два или три верующих, там и Христос, там его Церковь. Вот Матфея 18.19. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это же уже Церковь. Зачем еще? Прежде всего нужно заметить, что слова Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Без всякого сомнения относятся только к тем людям, которые пребывают в Церкви Христовой. Что касается отделившихся от нее, то если бы их собралось даже два-три миллиона, там Христа не будет. Хотя бы они и верили в Него, и именем Его даже чудеса творили. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Матфея 7, 22. Заметь, что двое или трое, собранное во имя Христа, еще не составляет из себя Церкви, видные слов самого же Спасителя. «Если не послушает согрешивший против тебя брат твой, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи Церкви. А если и Церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея 18, 15. «Ясно, что если бы два или три свидетеля, собравшиеся во имя Христа, уже составляли Церковь, то не сказал бы Христос, если же не послушает их, скажи Церкви. Ибо если бы два или три человека составляли Церковь, то какая была бы им нужда обращаться для суда над упорным грешником еще какой-то другой Церкви? Во имя Христа собираются все сектанты, бактисты, адвентисты, молокани, духоборы, другие. Неужели каждое их сборище из Церковь, где как глава присутствует Спаситель? Разве разделился Христос? 1 Коринфянам 1, 13. Нет. Он среди тех, кто пребывает в единой созданной им Церкви, которая и есть тело Его. Ефесянам 1, 23. Необходимо наконец заметить, что слова Христа, где два или три собраны будут, говорят вовсе не о Церкви, а о частном собрании верующих, так как эти слова сказаны были тогда, когда самой Церкви еще не существовало, ибо она основана Христом только после крестных страданий Его. Ефесянам 5, 25. Но, возможно, общество верующих и без священников составляет Церковь Божию. Каждый христианин – священник, ведь сказано же, вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой. Это 1 Петра 2, 9. И вот еще Откровение 1, 6. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле». Откровение 5, 10. И Петра 1, 25. Христианин называется священниками не в буквальном, конечно, а в духовном смысле. Если каждый христианин – священник в буквальном смысле и потому церкви Христовой не нужно особого священства, то каждый – царь. Следовательно, не нужно и царя земного. А между тем, в той же самой главе послания апостола Павла Петра мы читаем. «Бога бойся, бойтесь, царя чтите». 1 Петра 2, 17. Римминам 13, 1, 8. Тимофею 2, 1, 3. О необходимости же в церкви пастыре апостол Павел так учит. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Ефесянам 4, 11. Если сам Христос поставил в церкви для ее руководства в деле веры пастырей, то сказать, что они в церкви не нужны, может только человек, отделившийся от Христовой церкви и примкнувший к беспастырному стаду сектантов. И так ясно, что христиане называются в Писании царями и священниками в духовном смысле, как люди, избранные в удел Божий, царствующие над своими грехами и приносящие сами себя в жертву хвалы и благотворения. Евреям 13, 15. Бытие. Грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним. В буквальном смысле христиане будут царями и священниками не здесь, на этой грешной земле, а там, на земле новой. 2 Петра 3, 13. Если удостоится быть сопричисленными к 24 старцам, поющим новую песню, откровение 5, 8, в которой они называют себя царями и священниками, как достигшие совершенства и написанные уже на небесах. Евреям 12, 22, 24. Можно спастись в какой угодно церкви или вере, лишь бы бояться Бога и поступать по правде Его, то есть иметь добрые дела, ибо Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Деяния 10, 34, 35. Нет, никогда. Нельзя спастись. Спасающая вера может быть только одна. Оттого и сказано, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Ефесянам 4, 5, 6. Это верно, что во всяком народе, боящийся Бога и поступающий по правде, приятен Ему. Ибо Богу, как высочайшему добру, как святейшей правде, приятны все, кто творит добро и живет по правде, будь ли то христианин или еврей, или даже язычник. Однако это вовсе не значит, что эти люди, живя вне церкви, без ее благодатных таинств, могут спастись. Тогда для чего же Христос приходил на землю, проповедовал учения, веру в себя, как Сына Божия, для чего же страдал, основал церковь, поставил священство, установил святые таинства? Нет. Без всего этого хотя бы человек боялся Бога и поступал по правде Его. Он будет только приятен Ему, но не спасется. Ибо Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Итут 3.5 «И во благодати вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Иссианам 2.8 «Корнилий был приятен Богу. О нем прямо сказано, что он был благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Диане 10.2 «Однако он не имел надежды на спасение до тех пор, пока не вступил в Церковь Христову через Таинство Святого Крещения». Диане 10.6.48 «Как называется Церковь Христова в символе веры?» «Называется Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью». «Почему Церковь Христова называется Единою?» Церковь Христова называется Единою, во-первых, потому что у нее одно основание и одна глава – Христос. Ибо в Церкви никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 1 Коринстан 3.11 «Бог, Отец, безмерно возвеличил Сына Своего, воскресил Его из мертвых и посадил Одесну и Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веки, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Ефесянам 1.20.23 «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава, тело Церкви. Он начаток, перенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Колостинам 1.16 «Как у главы может быть только одно тело, так и у Христа, который именуется главою Церкви, а она телом Его. Существует только одна Церковь, одно общество верующих, следовательно, может быть одна лишь истинная вера. Оттого Христос и учил всегда об одной Церкви, а не о нескольких. «Создам Церковь, а не Церкви, мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16.18 «Учил Христос об одной виноградной лозе», Иоанна 15.1.6, об одном общем дворе, Иоанн 10.1, об одном стаде, Иоанн 10.7.17, и одном Царстве Небесном, то есть об одной лишь своей Церкви». И еще, почему Церковь Христова называется Единый? «Христос пришел на землю пострадать и умер за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божий собрать воедино». Иоанна 11.52 Об этом молился и Отцу Небесному перед Своими крестными страданиями в саду Гессиманском. «Отче святые, соблюди их, апостолов, во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Не они же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино, Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Иоанна, глава 17. Как учат святые апостолы о единой церкви и о значении и вере? «Имейте, — говорит святой апостол Павел, — одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны, единомысленны». Филиппийсам 2.2, Римминам 12.16 «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех». Филиппийсам 4.3 «Ибо все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе». Галатам 3.27 «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». 1 Коринфянам 1.10 «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны». Римминам 16.17 «Что говорит Святое Писание об отделяющихся от церкви и нарушающих единство веры?» Оно говорит «Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорсти погибают, как корей». Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают предприятие для корости. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Иуда, стих 11, 16, 19 Какой вывод изучения Слова Божия о единстве церкви? Вывод такой. Все, отделяющиеся от церкви и нарушающие единство ее веры, хотя и верят во Христа, но они противники Его. Они разрушают то великое дело спасения людей, ради которого Христос пришел в мир, пострадал и умер на кресте. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот растачает». Масея 12, 30 «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Мы отделились от православной церкви, потому что у нее много порочных членов, пьяницы, воры, убийцы, сквернословы и тому подобное. А церковь Христова должна быть свята и непорочна, ибо, как сказано, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистить баню водную, посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, ищисянам 5, 25, 27. «Да, к сожалению, это верно, что среди православных много порочных людей, но они не мешают спастись тем, кто этого желает. Их порочность не есть вследствие учения православной церкви, а вследствие их злой воли и непослушания ей, ибо никогда церковь не учила вору и пьянству и так далее. Среди апостолов был предатель Иуда, о котором Евангелие говорит, что он и вор был. Иоанна 12, 6. Однако апостолы из-за Иуда не оставили Христа. А отделившиеся от церкви нашей разве образовали общество святых и непорочных людей? Разве среди них нет тех же пороков, что и среди православных? Чтобы быть последовательными, им нужно оставить и ту секту, в которую они ушли, для того, чтобы потом перейти в третью затем искать четвертую и так далее, без конца. Такой славной и непорочной во всех своих членах Христова Церковь будет на небе царствие вечной славы, где уже не будет никакого греха. Откровение 14, 5, 21, 27. А на земле только те члены ее пред Богом святые и непорочные, кто сохранил себя верным во всем Слове Божьем. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, что упосредством вас представить святыми и непорочными и неповинными пред собою, «если только пребываете твердой и непоколебимой вере и не отпадаете от надежды благовествования». Колоссинам 1, 21. «Мы не должны жить с грешниками, ибо, как сказано, выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Это 2 Коринфянам 6, 14 и 2 Послание к Тимофею 3, 5. «Безгрешных людей нет на земле. Один Бог без греха. Как и говорится в Откровении, «Кто не убоится тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». 15, 4. Евреям 4, 15. «Выйти из среды грешников и отделиться от них не значит поэтому выйти из общества верующих, отделиться от церкви и веры ее, а значит не иметь с явными и сознательно упорными грешниками общения в их греховных делах, иначе нам надлежало бы выйти из мира сего». 1 Коринфянам 5, 9, 10. «Члены Христовой Церкви не должны иметь греха, ибо они рождены от Бога, а всякий, как сказано, рожденный от Бога, не делает греха, а потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 1 Иоанна 3, 9. «Еще сказано, что церковь свята и непорочна». Это Ефесянам 5, 25. «Следовательно, должны быть такими и все члены ее». Слова Священного Писания, что рожденный от Бога не делает греха и не может грешить, нужно понимать в том смысле, что такой человек не может произвольно грешить. То есть, сознавая, что он делает грех, но человек по слабости своей следствия, испорченный Адамовым грехом своей природы, всегда грешит, хотя бы он и был рожден от Бога в святом крещении. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» Ефесянам 7, 20, 3 Царство 8, 46. «Потому что Господь говорит, помышление сердца человеческого – зло от юности его». Бытие 8, 21. «Кто, спрашивает премудрый, может сказать, «я очистил мое сердце, я чист от греха моего». Притча 29. «Как учили о греховности всех людей и сам Бог, предхозаветние праведники, также об этом учат и святые апостолы. «Все мы, — говорит апостол Иаков, — много согрешаем». 3, 2. «Если говорим, что не имеем греха, — учит апостол Иоанн, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, Христа, лживым, и слова Его нет в нас». 1 Иоанна 1, 8, 10. «Святой во всех своих членах церковь может быть только на небе, в будущей жизни, где будет царство святых, ибо здесь на земле она еще находится в постоянной борьбе со злом и грехом. Здесь она еще воинствующая против плоти и мира, против козней дьявольских, ведет брань против духов, злобу поднебесных». Ефесянам 6, 10, Галатам 5, 17. А уже там она будет торжествующая, после окончательной победы над врагом. Евреям 12, 22. Оттого такой церкви, где бы все члены ее были святы и непорочны, на земле никогда не было, нет и не будет. По худой жизни некоторых православных несправедливо судить о самой православной вере, ведь церковь православной не учит худому. Живут худо те именно, которые не слушают ее учения, поступают по своей злой воле. Ведь и законы гражданские нарушаются злыми людьми, ворами, убийцами и прочее. Неужели поэтому сами законы нехороши? Нет. Закон, говорит апостол Павел, свят и заповедь свята и праведна и добра. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Только человек, впавший в духовную гордость и самообольщение, может говорить, что он без греха. Мы отделились от православной церкви потому еще, что в ней грешники не отлучаются от общества верующих. Тогда, как апостол Павел учит, я писал вам, не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или заречивым, или пьяницей, или хищником. С такими даже и не есть вместе. Итак, извергните развращенного из среды вас. Это 1 Коринфянам 5, 11, 13. Еще. Если бы вы были удалены, если бы были удалены возмущающие вас, Галатам 5, 12, говорит апостол Павел, а вы грешника не удаляете из церкви. Это неверно. Церковь в неделю православия торжественно отлучает от себя всех еретиков. Она же и в другое время отлучает тяжких грешников, подвергает и петемии, не только в крайних, исключительных случаях, пользуясь этим сильным средством, но осторожно, с мудрой осмотрительностью, чтобы не оттолкнуть от себя навсегда грешника, еще могуще прикик познания истины и раскаяния в своих грехах. Пользуйся этим очень осторожно. Так, например, наша церковь еще недавно всенародно отлучила от себя знаменитого писателя и к несчастью еретика графа Льва Толстого. Недавно же лишила священного сана бывшего профессора, Громова, Петрова. Отлучает она и других непокорных сынов своих, открыто в остающих против Христа и его и святой церкви. На это говорим. Она делается в редких исключительных случаях. Помня, что сам Бог долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние. 2 Петра 3.9 И во времена спасителя были люди, которые, подобно нашим сектантам, укоряли его учеников за то, что они едят и пьют с мытарями и грешниками. И даже самого Христа обвиняли в том, что он друг мытарям и грешникам. Но Христос говорил им, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Лука 5.30 и 7.34 У Коринфян было много грешников. Были постоянно ведущие тяжбы со своими братьями, были обижающие, отнимающие чужое добро. 1 Коринфянам 6.1 Были даже неверующие в воскресенье мертвых 15.12 Однако апостол не отлучил всех их от церкви, а отлучил одного лишь кровосместника. Мы отлучились от церкви, наконец, потому, что в ней учение не евангельское, например, об иконах, о кресте и об крестном знамени и о другом. Так говорят последователи всех сект, сколько их ни есть, и как ни враждебно не друг друга. Ибо, сбившись с пути истины, они не хотят ближе узнать веру православную и нарочито закрывает глаза перед светом учения той церкви, которая, будучи Христовой, никогда не может погрешить в вере. Ибо говорит святой апостол, церковь Бога Живого столб и утверждение истины. 1 Тимофей 3.15 Церковь всегда помнила и у кого-то словами апостола, святого апостола, если бы мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема. Галатам 8.9 Итак, все доводы сектантов, желающих оправдать свое отделение церкви, не имеют никакого основания. И тяжкий их грех отпадения от нее остается на них во всей своей силе и со всеми своими последствиями. Откуда видно, что в церкви Христовой наряду с праведными всегда были и будут грешники? Это из многих мест священного Писания видно. Во-первых, церковь Христова называется Домом Божьим. 1 Тимофея 3.15 А в Большом Доме, говорит апостол Павел, есть сосуды не только золотые, серебряные, а и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. 2 Тимофея 2.20 или вот еще церковь Христова называется и телом его Ефесянам 1.22 Колоссянам 1.18 Тело же не из одного члена, но из многих. И члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые кажутся нам менее благородными в теле, а те в более прилагаем по печенью, и неблагообразные наши боли благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее по печенье, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфян 12.14 Для того, учит святой Антолусь, Бог установил взаимное по печенье друг о друге, устроив единство в таком разнообразии, чтобы и все случающееся было общим для всех. Если от попечения ближним зависит спасение всех, то слава и скорбь необходимо делаются общими для всех. Толкование 1 Коринфян страница 462 Итак, в церкви есть люди и в низком употреблении, менее благородные, даже неблагообразные, то есть грешные, которые должны благовидно покрываться, страдания которых, то есть грехи, должны вызывать страдания во всех членах церкви, и слава, то есть раскаяние которых, должна вызывать радость у всех. И еще сам Христос учит, что в Его церкви до скончания мира будут вместе и прайдники, и грешники. Это говорит Он в стритче о неводе, подобно царству небесной неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. И изыдут ангелы, и одерят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Матфея 13, 47. Другую притчу предложил Он им, говоря, царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда зашла зелень, и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие рабы до младедыки сказали ему, господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твое, откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человек сделал это, а рабы сказали ему, хочешь ли, мы пойдем выберем их, но он сказал нет, чтоб выбирая плевелы, вы не повыдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. И приступивши к нему, ученики его сказали, извесни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевелы сыны лукавого. Враг посеявший есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы в сути ангелы, посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Матфея 13, 24, 36, 42. В притче о брачном пире, под которым нужно разуметь царство и Божие, Христос говорит, что на этот пир были позваны не одни праведные, а грешные люди. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы, те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И врачный пир наполнился возлежащими. Матфея 22, 9. Взятая книжниками фарисеями в прелюбодеянии прощенная Христом грешница, будет всегда громко обличать современных фарисеев, сектантов, считающих себя, лишь себя святыми и с презрением, а не с сожалением относящихся к согрешающим людям. Иоанна 8, 13. Если церковь Христова имеет грешних членов, то почему же она называется святой? Церковь называется святой, во-первых, потому, что имеет святую главу Христа, Евреям 7, 26, освящающая все члены тела своего, то есть своей церкви, кроме, конечно, отделившихся от нее, Евреям 2, 11. Нужно помнить, что в новозаветнем Священном Писании слово святой вовсе не значит безгрешной, а значит избранной и освященной во Христе Иисусе, то есть получившей благодать Божией в святых таинствах церкви и прежде всего в святом крещении в Христианам 5, 25. Вот почему коринфяне, у которых, как мы уже видели, было так много грешников и все же не называются святыми в 1 Коринфянам 1, 2, ибо они были христиане, получившие освящающую благодать Святого Духа во святом крещении и других святых таинствах. Во-вторых, церковь называется святой именно потому, что, будучи освящена единократным принесением тела Иисуса Христа, евреям 10, 14, она всегда освящается благодатью Святого Духа, и ею очищается грешающих членов своих от грехов, совершаемых и после крещения, подавая ее в святых таинствах. Так благодать Божия подается в таинстве покаяния. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1, 9. Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иоанна 20, 22, Диане 19, 18. Подается спасающая благодать Божия в таинстве Святого Причащения, едущий мою плоти, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Иоанна 6, 54. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое восставление грехов. Матфея 26, 27. Подается она и в таинстве Святого Еле Освящения. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его Елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего, и если он соделал грехи, простятся ему. Яков 5, 14. Таким образом, при искреннем покаянии каждый согрешающий стенд церкви имеет возможность получить полное прощение грехов и освящение благодати Святого Духа, подающейся в святых ее таинствах. Нераскаянные же грешники, участвующие недостойно в принятии святых таинств церкви, не только невидимо, но и видимо отсекаются от нее судом самого Бога. Суд им давно готов, и погибели их не дремлет, ибо знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Литра 2-3-9 Кто ест и пьет тело и кровь Христа недостойно, тот ест и пьет осуждение в себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. 1 Коринфянам 11-29 В-третьих, церковь называется святой потому, что ее учение свято, что следуя этому учению каждый может достигнуть святости и спасения, ибо в своем учении церковь есть столк и утверждение истины. 1 Тимофея 3-15 Какие видимые доказательства святости православной церкви и того, что она именно одна, церковь Христова? Что православная церковь святая и есть именно церковь Христова, это ясно доказывает постоянно совершающиеся в ней знамения чудеса. Уверовавших же, сказал спаситель, будут сопровождать сии знамения, имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносные выпьют, не повредит им, возложат руки на больных и они будут здоровы. Марка 16-17 Открытие и в наше безвременное время чудотворных мощей святителей Божьих Сеодосия Черниговского, Серафима Саровского, Анны Кашинской, Осафа Белгородского, Петерима святителя Тамбовского, источающих великие чудеса, чудеса от святых икон и исцеления, известные из-за границы совершающиеся молитвенником русской земли отцом Иоанном Кронштадтским и другими людьми, угодившими своей жизни Богу, непреложно удостоверяют нас в том, что Дух Святой пребывает в Церкви нашей и теперь всегда и неотлучно. И в наше время по молитвам Церкви ее служители слепые прозревают хромые, исцеляются больные, давними тяжкими недугами сразу делаются здоровыми на глазах многофисных верующих и неверующих людей. Только упорствующие и нарочито закрывающие глаза перед истиной не верят в совершение в наше время Святой Православной Церкви чудес в Церкви. Но тысячи и сотни тысяч свидетельствуют о них как очевидцы и обличают перед Христом неверующих. Почему нет мощей и чудес и фектантов? Потому что их общество безблагодатное, потому что Христос их оставил и Святой Дух от них отступил. Какой же можно сделать вывод изучения Слова Божия о Церкви как Святой? Ну, кто отрицает Святость Церкви, видя в ней согрешающих членов и потому отделяется от нее, тот впадает в грех гордости и самообольщения и сам себя лишает спасающей и освящающей человека грешника благодати Божией, подающейся в святых таинствах Церкви. Следовательно, лишает сам себя спасения и вечной жизни. Почему Церковь Христова называется Соборной? Церковь Христова называется Соборной или Вселенской, потому что состоит из верующих людей, собранных со всей Вселенной, где бы они ни находились, со всех народов, каким бы они ни принадлежали и всех времен, когда бы они ни жили. А откуда видно, что Церковь состоит из верующих, собранных и со всех мест? Еще пророк Исаия предсказывал, что в Церковь Христова войдут люди со всех мест земли. Он писал, и придут народы к свету Твоему и цари, к восходящему с Тобою сиянию. «Возведи очи Твои и посмотри, все они собираются и идут к Тебе, сыновья Твои, издалека, идут и дочерей Твоих на руках несут». 63-4 «Говорю же вам, учил Спаситель, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» Матфея 8-11 «И придут от Востока и Запада и с севера и юга и возлягут в Царстве Божием» Лука 13-29 «Таким образом, где бы ни жил христианин в Америке или Японии, Китае или другой далекой стране, он остается членом церкви, если сам не отделится от нее». «Откуда видно, что церковь состоит из верующих всех народов, каким бы они принадлежали?» «И вот приду», предсказывал пророк Исаия о Христе «собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою». 66 глава, 18-24 Исаия «Христос повелел апостолам «Идите и научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» Матфея 28-19 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» Иоанна 3-16 «Оттого учит святой апостол в церкви Христовой нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос» Колостином 3-11 «И в описании говорит, всякий верующий в Него не будет постыжен». Здесь нет различия между иудеями и елином, потому что «Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне спасется» Римлянам 10-11 1-5 1 Коринфян 12-13 Лука 1-48 Деяния 15-16 Галатам 3-8 Итак, из Слова Божия видно, что к какому бы народу не принадлежал человек, будет ли он немец или француз, еврей или японец и так далее. Если он принимает православную веру, делается членом соборной церкви Христовой и нашим во Христе братом. Откуда видно, что церковь Христова состоит из верующих всех времен, то есть живых и умерших? Что Христос глава церкви, состоящий из живых и умерших, видно из многих мест священного Писания. «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Бог не есть двух мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Матвей 22.32, Лука 20.37 «Живем ли, говорит святой апостол, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли или умираем? Всегда Господни, ибо Христос для того и умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми». Риминам 4.18 «Дабы все небесное и земное соединяло, ничь под главою Христом». Эфесянам 1.10 «Кто еще принадлежит к Церкви Христовой?» «Божья Матерь и святые ангелы Божии почему и сказал Спаситель, что бывает радостью ангелов Божьих об одном грешнике кающемся». Лука 15.10 «Потому и радуются святые ангелы о каждом кающемся грешнике, что они члены Церкви Христовой, в которой страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». 1 Коринфянам 12.26 «Великая дайна домостроительства нашего спасения была сокрытой от ангелов и от святых небожителей, пока Христос не соединил небо с землей Церковь Небесная и Церковью Земную. Тогда только ангелы и святые узнали о ней через раскрытие событий жизни Церкви, предсказанных святыми пророками. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовестовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделась известная через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» Ефесянам 3.8 Если Церковь Христова состоит из ангелов Божьих, живых и умерших людей, то в каком отношении находятся они все между собою? Так как Церковь земная и Церковь небесная, то есть верующие живые и умершие вместе со святыми ангелами составляют единую Церковь Христа Его, Его тело, в котором Он сам основание и глава, то все члены Церкви находятся через объединяющего их Христа в постоянной живой любви и непрестанном молительном общении друг с другом. Вступившим в Церковь христианам святой апостол говорит, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» Ефесянам 2.19 «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства» Евреям 12.22 Возглавляемые Христом все члены Церкви, святые ангелы, живые и умершие, составляют одну Божью семью, крепко соединенной вечной любовью. Живущие на земле члены Церкви молятся за умерших своих братьев, не достигших совершенства и святости. Молятся, потому что они мертвы телом, но не душою, ибо у Него все живы. Матфея 22.32 Христианская любовь никогда не перестает. 1 Коринфянам 13.8 И побуждает нас молиться за умерших. Живущие на земле члены Церкви, прославляя святых ангелов и восхваляя праведников, написанных уже на небесах, Псалом 11.6 Притя Соломона 10.7 Взирая на кончину их жизни, подражает вере их Евреям 13.7 и молит их о заступничестве пред Богом. Святые ангелы Божии посылаются на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1.14 Они заботятся о всех верующих Матфея 18.10 и охраняют их Псалом 33.8 И радуются о каждом грешнике кающемся. Лука 15.10 Святые угодники Божии, достигшие совершенства и написанные уже на небесах первенцы Церкви. Молятся о нас грешных и ходатайствуют перед ходатаем всего мира о прощении наших грехов. Так какой же вывод можно сделать из учения Слова Божия о Церкви как соборный? Все отделившиеся от видимой Церкви отделились и от невидимой небесной, от ангелов Божьих, от торжествующего Собора и Церкви Перенцев, написанных на небесах, а следовательные от судьи всех Бога, хотя и верят Ему. Они сами лишают себя молитвы земной и небесной Церкви и при жизни и по смерти своей печальная ждет их участь. Почему Церковь Христова называется апостольской? Хотя Церковь имеет основание мыгловой Христа, но о ней еще сказано, что она утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание Церковь, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе. В Чесняном 2.20 Христос создал Церковь, Он принес ей святое учение, дал ей пастыри благодатные таинства, дал ей известные устройства и порядок, но утвердили Церковь святые апостолы, распространяли учения Христова, рукоположили пастыри Церкви, ввели в ней по повелению Господа известный порядок и чин святые апостолы 1 Кор.14 от них времени со дня сошествия на Церковь в день Пятидесятницы Святого Духа и началось устройство Церкви Христовой. Вот по всему этому она и называется апостольской. Таким образом ясно, что апостольской Церковью может быть названо только такое общество верующих христиан, которое свое учение и устройство ведет от самих святых апостолов. Такова и есть Божья милость и наша Русская Православная Церковь часть Вселенской Христовой Церкви. Ибо мы русские в 988 году при святом князе Владимире приняли святую веру христианскую и священство от греков, а греки от святых апостолов, а они от самого Христа. Следовательно наша Церковь есть апостольская, а потому и Христова Церковь. Могут ли быть названы апостольскими церквами сектантские общества? Никогда, ибо они ведут свое начало не от апостольского времени, а отделились гораздо позже от Христовой Церкви. Иные появились даже на наших глазах в наши дни. Относительно времени появления каждой секты есть указание истории. Из истории, например, известно, что Хвыстовство появилось в 1631 году, основал беглый солдат крестьян Юрьевского уезда Костромской губернии Данил Филиппов, объявивший себя Богом, а ученика своего Ивана Суслова Христом. Суслов окружил себя двенадцати апостолов и Богородицей. С них началась безбожная и развратная секта Хвыстов, которые говорили на иных языках, думая, что Дух Божий сошел на них. Скопщество уже позже выродилось из Хвыстовщины. Основал эту секту бывший Хвыст Петр Селиванов в 1772 году. Духоборчество появилось около 1785 года. Его основал некто Силуан Колесников Екатеринославской губернии Тамбовской Иларион Поберохин. Молоканца выродилось из Духоборчества основатель Молоканца Семен Уклеен зять Поберохина. Штургизм появился в 1864 году. Его основатели Михаил Ратушный крестьяне деревья основы Роснопольской области Одесского уезда. Совращенный сектанством немецким пастором колонии Рорбах того же уезда Бенкемпхером и крестьяином Любомирки или Совет Градского уезда Иван Рябошапко совращенный тоже немцем Гюднером в 1867 году. Вот кто апостолы Штунды. Так отделенный Совет Церквей Баптистов отделился в 1962 году от баптистов, которые в свою очередь появились как община в 1639 году в Роджерсе. Пятидесятники появились в 1921 году, а начало в 20 веке. Если позже штундисты стали называть себя баптистами, то и в этом они ничего не выиграли, ибо из истории известно, когда появился баптизм. до 1054 года греко-восточная и римско-католическая церковь находились в единстве веры. Но в этом году все восточные церкви отлучили от себя римско-католическую из-за многих несогласия со Словом Божиим, нововведения веры, главным образом за неправильное учение католиков об исхождении Святого Духа, не только от Отца, как учит Слово Божие, а и от Сына. Почти через 500 лет, именно в 1520 году, отпал от католичества монах Мартин Лютер, основатель литеранской веры. Он стал отрицать священное предание, иконопочитание, молитвенные призвания святых и ввел в свое общество многие другие ереси. Наконец, в 1525 году от Лютера отделился ученик его Фома Мюнсер, учивший, что крещение детей недействительно и потому насяж вторично перекрещивать взрослых. Почему последователи Мюнсера стали называть их анабаптистами, то есть перекрещенцами. Сектанты же назвали себя баптистами, то есть крещеными, а на самом деле слово баптист означает креститель. Сам Мюнсер, как и его ученик, портной из города Лейден, Иоанн Боккольд, были казнены немецким правительством за бунт и мятеж против него, а их последователи разбрелись по разным странам. В начале прошлого столетия, в 1817 году, они впервые переселились в нашей Южно-Русской Степи, где впоследствии образовали большие колонии. От этих переселенцев, немцев-колонистов из-за развилась ереси и первых их последователей Ратушная и Рябошапка. Вот краткая история баптистов. Еще есть Малеванцы, так и многие другие секты появились у нас. Недавно на наших глазах, как, например, новоизраильтяне, киселевцы, чуриковцы, иннокентиевцы, подгорновцы и другие. Следовательно, все они не божественного, а человеческого происхождения. Их придумали непокорные церкви люди, поэтому все секты и недолговечны. Ибо всякое подобное предприятие и дело, если от человеков, то оно и разрушится. Деяние 5.38. И мы действительно видим, что все наши секты постоянно дробятся и разрушаются. Возьмите для примера хотя бы штундизм, баптизм. Существует у нас эта секта недавно, уже распалась на много толков. Есть старошундисты, новошундисты, крестящие детей, некрестящие, есть штундисты духовные, есть штундисты воскресники, субботники, есть баптисты, евангелические христиане, есть штундахлысты, адвентисты и так далее. Словом, сколько голов, столько и умов. Оттого все секты недолговечны, что они противны Богу и Его Святой Церкви. «Наша же православная Церковь, как апостольская и Христова, будет существовать вечно до скончания мира, ибо сам Христос сказал о ней, «Создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее» Матфея 16, 18. «Я с вами, сказал Христос апостолов и их законным преемникам во все дни до скончания века» Матфея 28, 20. Чем еще наглядно доказывается та истина, что наша русская церковь апостольская, тем, что она находится в единстве веры и молительном общении со всеми греко-восточными церквами, основанными святыми апостолами, каковы, например, Константинопольская, Русалинская, Антиохийская, Кипрская и другие частные церкви, составляющие вместе Вселенскую Христову церковь. О Филодельфийской церкви в Откровении Иоанна Богослова мы читаем следующее. «Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Откровение 3.10.8. Этими словами Господь обещает ангелу, то есть епископу Филодельфийской церкви, за ее верность во время гонений сохранить в ней истинную веру до конца мира, даже тогда, когда придет Антихрист, чтобы губить церкви Божию. Следовательно, по непреложенному слову Господа истинная вера должна существовать в Филодельфийской церкви и теперь, и в наше время. Так оно и есть и теперь. И в Турции, в Малой Азии существует город Филодельфия с христианским населением. Какую же веру это население исповедует? А то же, что и мы, православную. Об отделяющейся от святой церкви так учат святые ее отцы. И так учат святой Игнатий Антиохийский чадо, света и истины. Бегайте в разделении злых учений, но где пастырь, туда и вы, как овцы, идите. Ибо многие волки, по-видимому, достойные доверия посредством гибельного удовольствия пленяют идущих путем Божиим, но при единении вашем они не будут иметь места. Не обольщайтесь, братья мои, кто следует за вводящим раскол, тот не наследует царствие Божие, кто держится чуждого учения, тот не сочувствует страданию Христову. Всякий, отделяющийся от церкви, говорит святой Киприян, чужд для нее, он непотребен ей, он враг ее. Не имеющий матерью церкви не может иметь отцом своим Бога. Хотя бы сие люди предали себя смерти за исповедание имени Христова, грех их не омоется самой кровью. Неизгладимая и тяжкая вина разделения не ощущает даже страдания. Киприяна о единстве церкви, часть 2 в русском переводе.